написал никто пётр борисович считаю что и нечего бояться европа продолжает любоваться как кольца расправляет не спеша загадочная русская душа я думаю что кольца расправлять не спеша сейчас это все этот страшный дав над всеми заключенными политическими вы знаете не зря недаром жена международного преступника осужденного уже до гиркина начала хлопать крыльями говорить о гиркин в опасности да да она как хотела сейчас все политические в опасности алексей навальный признавал гиркина политическим я нет мемориал нет просто я об этом напоминаю что были были такие мнения тем более алексея навального я напомню он конечно на мой взгляд никакой не политический но да он не то чтобы противник он солил путину и это сейчас вполне достаточно того чтобы оказаться тем более ему за решетка несмотря на то что именно он развязал войну мы помним именно он сбил малазийский боинг и так далее так далее так далее клемма на нем ставить негде но вот настоящие политические заключенные они конечно очень большой опасности по самому причем разному поводу были до сих пор владимир карамурза у него заболевания которые даже по официальным российским документам не позволяет находиться в тюрьме и я много раз разговаривала с его адвокатом вадимом прохоровым которые тоже уже вынужден уехать из россии в прошлом году и он говорит что он с теребряными врачами разговаривал они тоже дают что ну год-два ну и собственно ничего больше делать не надо и до этого заболевания все надо отпускать актировать человека кто ничего не делать делать это невозможно закон какой закон но вот илья яшин алексей игоринов лилия чанышева люди находятся очень большой опасности хотя бы потому что вы знаете никогда не будет команды письменные или телефонограммы там или что вот завтрашнего дня давайте мучить полезных заключенных не будет команды люди все прекрасно понимают как не было команды включать пытки выключать пытки потому что военный товар не портится сейчас да 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 она команда можно все что угодно можно делать можно мочить можно и ничего вам за это не будет вот давайте давайте такая же была дана команда свое время после гибели сергея магнитского в ноябре 2009 года что вам ничего за это не будет и можно продолжать дальше но было санкции которые принял конгресс сша благодаря владимиру карамурзи и борису немцову под санкции попали очень многие чиновники медики сотрудники в син судьи ска и зафиксировано что многие из них пытались из этих санкций выбраться им это очень не нравилось очень не хотелось хотели там договориться как-то да это действовало и на некоторое время это возымело действие действительно и было такое притихание но с началом войны конечно все пошло в разнос все пошло в разнос причем я бы сказала бы с началом войны вот с началом войны то есть четырнадцатый год четырнадцатый с четырнадцатого года к политзаключенным отношения вовсе стало резко ухудшаться причем если раньше для них смотри как на блаженных что ты получаешь восемь лет за то что вышел на митинг за до восемь лет можно четыре магазина взять это реальная была цитата то после четырнадцатого года когда вовсе не почему-то в тюрьмах но это и население тюремное и тюремщики они вдруг решили что русская весна русский мир везде навсегда это отношение резко ухудшилось ну собственно и сейчас мы видим в тюрьмах мы видим в тюрьмах по-прежнему русский мир но настал 40 заключенных а тюремщики в основном уже так не думают они находятся в большом риске у нас конечно и сейчас я посмотрела на разнообразные реакции таких более или менее прикременовских людей таких уже не крокодилов насчет гибели навального тот же самый борис надеждин вот только что утром сегодня сказал брехвест-шоу плющего что оказывается это все во все виноваты то все убил навального и это безобразие надо проводить проверку и наказать виновных лавсин ага конечно это просто наемный убийца это просто наемный убийца когда надо они убивают когда не надо ни церочки не ходят все таки в любом заказом убийстве надо конечно прежде всего судить заказчика заказчика мы все знаем и вообще не в нем ни разу не сомневаюсь нечего его искать это путин и сейчас такая ситуация понимаете вот убийство убийство анны политковской совершенно очевидно что по заказу кадырова на день рождения путина 2005 год и тем не менее несмотря на какие-то все очевидные вещи западный мир говорит но это не да не совсем доказано но тут нужно вот как то вот все таки что были прямые там какие-то доказательства убийство бориса немцова на мосту рядом с кремлем не работают ни одни камеры исполняют чеченство национальности главного не могут где не открывает его дома не было надо же опять кадыров но опять кадыров но или или путин ну конечно путин да после того как путин сказал путин явно совершенно отреагировал на одну из последних цитат бориса немцова который был произнесен просто накануне гибели на эхо москвы я позволю себе процитировать классика борис немцов в ответе на вопрос такой путин что с путиным ответил дом и собственно это был были у последние слова практически и остальная наша жизнь подтвердил его правоту тем не менее запад говорил ну знаете может это кадыров а может золотов вряд ли путин сам там будет мараться да и муж не выгодно смерть немцова так как обычно а если выгодно конечно вот с навальным вообще не так основали нужны доказательства от путина что я ни при чем но их не это быть не может молчит и будет молчать конечно да будет довольно улыбаться здесь уже просто нет вариантов сказать нет вариантов сказать кадыров нет вариантов сказать золотов нет вариантов сказать ничего нет ряд как бастрыкин это путь но все 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 вот